Наступила осень, а с ней и бытовые отравления. Врачи предупреждают, надо быть предельно осторожными, созревающими семенами дурмана и грибами. Нельзя собирать их вдоль трассы, даже если они съедобные, там грибы накапливают токсины. А если вообще не разбираетесь, можно наткнуться на ядовитый гриб. Например, употребление бледной поганки в 90% случаев заканчивается летальным исходом. Также родителям надо обращать внимание на подростков. Велик соблазн употребления семян дурмана. Они влекут наркотическое опьянение. Если родителям вы видите, что что-то в поведении вашего ребенка вам не нравится, что он какой-то неадекватный, обратите всегда на это внимание, потому что это, как правило, дети с хороших благополучных семей, которые для получения удовольствия принимают те или иные наркотические препараты. Также врачи просят прятать от детей бытовую химию и лекарства. А самим советуют соблюдать дозировку препаратов в процессе лечения детей. Передозировка, например, нафтезина может повлечь страшные последствия. Если после употребления этого препарата вы заметили у ребенка понижение температуры, слабости, холодный пот, вызывайте скорую помощь. Дозировка этого препарата очень ограничена в очень узком терапевтическом пределе. И даже одна лишняя капля нафтезина может привести к отравлению ребенка. Понятно, что ребенку закапать нос не так просто. Берется пипетка, набирается полная. Мама хочет капать, допустим, две капли. В это время ребенок дернулся, и вся пипетка ушла в нос, что может вызвать уже отравление. Первая медицинская помощь в случае бытового отравления – обильное питье. Вода должна быть только комнатной температуры. В литре воды необходимо разбавить чайную ложку соли. До приезда медиков это поможет промыть желудок.